Здравствуйте, меня зовут Яна Скворцова, я приветствую вас на своем канале Мода Эджи Ди. Мой канал посвящен моде, красоте, ну вообще немножко обо всем я так поняла в последнее время, немножко обо всем я говорю на своем канале. Сегодняшний ролик будет посвящен о домашней одежде, о том, как стоит выглядеть дома, как стоит одеваться и так далее, и так далее. Я заметила, что очень часто много рассуждений на тему, что женщина дома должна быть хорошо, красиво, она должна радовать взгляд своего мужа, дети должны ее, в общем-то, видеть в приличном состоянии и так далее, и тому подобное. И на самом деле, да, это хорошо, в общем-то, и имеет место быть, когда твои дети достаточно взрослые, когда твои внуки либо еще, в общем-то, не родились, либо уже подросли, не такие маленькие, то да, можно дома расхаживать в кашемировом свитере, вот такая вся элегантная, туда-сюда ходить и готовить даже обед. Но хочу сказать, что, в общем-то, этот ролик посвящен домашней одежде также потому, что я надеюсь, что вы формируете свой гардероб по цветовым, в общем-то, кучкам, и наверняка в этих кучках вы встречаете одежду, которая вас уже не очень устраивает по своему состоянию, для того, чтобы, в общем-то, выходить в ней куда-то, она, в общем-то, вас уже особо не украшает. Я предлагаю, в общем-то, эту одежду перенести в домашний гардероб, и вот почему. Хочу сказать, что на мне сейчас фейпы, примерно, в общем-то, так всегда я выгляжу, фейпы и леггинсы, свитшоты и леггинсы, свитшоты и домашние штаны, самые обычные, спортивные, на резинке. Но хочу сказать, что вся эта одежда буквально год назад предназначалась для выброса, и, соответственно, она уже лежала даже в пакете. Я пошла на mangooutlet.com, чтобы присмотреть себе, в общем-то, уже замены, поняла, что там я куплю все точно такое же. Более того, этот свитшот, он тоже был куплен на mangooutlet.com. И, соответственно, я поняла, что я куплю себе такие же вещи через месяц после интенсивной стирки, а стирки будут интенсивные, стирки будут каждый день, либо через день, потому как дети маленькие, йогурт, вот пятно я вижу здесь, в общем-то, здесь, 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 везде пятна. Соответственно, через месяц хлопок снова станет более серого цвета, хлопок снова станет твердый на свитшоте, и, в общем-то, штаны начнут вытягиваться в районе колен. Соответственно, я применяю по большому счету шила на мыло. Я выброшу одну, потрачу деньги, ну, наверное, 100 евро мне понадобится, чтобы обновить свой домашний гардероб. И, в общем-то, я приобрету все то же самое, через месяц у меня будет все то же самое. И, более того, у меня было очень много халатов, халатов, купленных еще в Ла Перла, либо во Фрете магазине. Эти халаты, на самом деле, были отвезены в Москву однажды, потом снова приехали со мной в Италию, и много-много лет, почти, наверное, 10 лет каждому халату. Так я от них устала за время кормления, что, в общем-то, сил моих уже смотреть не было ни на мою домашнюю одежду, ни на вот эти старые халаты. Но я с халатами поняла, что будет точно такая же история. Я выброшу вот это только потому, что мне это надоело, я, в общем-то, от этого устала. Куплю себе нечто подобное, потому как я убеждена, что люди, в общем-то, они покупают себе нечто подобное. Если у меня был серый халат, скорее всего, я куплю себе серый халат. Если у меня был, в общем-то, черный халат, скорее всего, я присмотрюсь снова к черному халату, потому как, в общем-то, нравятся, значит, мне такие вещи. И, соответственно, я снова потрачу деньги, приобрету себе нечто новое, нечто похожее, а через месяц, через два после стирок, 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 это все опять станет более твердым, здесь закатается, тут чуть-чуть порвется, тут чуть-чуть растянется. И, соответственно, я призываю вас, безусловно, расслаблять свои гардеробы, расслаблять свои квартиры, но делать это с умом, особенно в отношении одежды. Я считаю, что нужно освободиться от этой мысли, что женщина должна выглядеть хорошо, в общем-то, женщина никому ничего не должна. Она может выглядеть хорошо, если в данный момент ей это удобно, но лучше пусть она выглядит плохо дома, ходит, условно говоря, в том, в чем ей удобно, чем потом через год, в общем-то, материнства раннего, в общем-то, тут должна приготовить, здесь должна постирать, тут должна погладить, здесь убрать, и мужа нужно радовать. И потом, в общем-то, в кабинете у психотерапевта сидеть вот такая вся, пытаться освободиться от вот этих должна-должна-должна. Поэтому, поэтому, дома я хожу вот так, здесь пятно, тут пятно, тут пятно, ну, бывает, случается ничего такого. Более того, даже если ко мне звонит в дверь почитаю, я вот не стесняясь так спускаюсь, потому что самое главное, от меня плохо не пахнет. Ну, соответственно, здесь пятно, но оно могло появиться пять минут назад, но могло и пять часов назад появиться, никто же не знает, правда, соответственно. Соответственно, я совершенно спокойно себя чувствую, открывая дверь соседям, ну, бывает, заходят, либо почитаю, ну, в общем-то, в фельпах, в свитшотах с пятнами и, в общем-то, в брюках с растянутыми коленями. В общем-то, желаю вам совершенного спокойствия, с холодной головы разбирайте свои гардеробы, в ваших цветовых кучках наверняка будут вещи, которые спокойненько перекочуют ваш домашний гардероб, почему бы нет, главное, чтобы вам было удобно, комфортно. И, в общем-то, вот так-то, была Ирина Скворцова, всем свободы мыслей, в общем-то, и разумной, холодной головы при разборе своего гардероба выбрасываем, но все очень осторожно. Была Ирина Скворцова, пока-пока.